Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, всё как всегда. И сегодня мы вместе с вами посмотрим новое декабрьское обновление. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Я знаю, как вам нравятся мои обзоры на обновления, потому что не всегда залетает в реки по любым серверам. Поэтому, если тебе не сложно, нажми на лайк, подпишись на канал, помоги продвинуться к моей цели, а именно 3500 подписчиков к Новому году, я буду тебе очень благодарен. А по классике на ролике присутствуют тайм-коды, так что если вам неинтересен какой это пункт, то можете его просто промотать. А я желаю тебе приятного просмотра. Значит что, начинаем с чинжлога. Первый пункт чинжлога это система, значит добавлена система фракций. Вы можете присоединиться к любой из трёх, бандиты, корпораты, либо стритрейсеры. Нахождение во фракции даёт различные бонусы. Добавлена система войны за территорией, члены фракции могут регистрироваться на захваты, которые проходят каждые два дня. Добавлена система оружия, его можно приобрести в магазине около порта Лос-Антоса. Добавлена система соревнований по драгу, возможно одиночные совместные заезды. Трассы находятся в доках Лос-Антоса. Рядом с трассой расположены палатки, в которых будут появляться машины игроков, занявшие места в топе за предыдущий день. Добавлена доска заданий, она доступна на базе фракции, которую вы находитесь. На доске вы можете получать и выполнять различные ежедневные задания, зарабатывая деньги и опыт. Добавлены барыги на территориях фракции. Находите их в случайных местах каждый день и собирайте с них фишки за защиту территории. Доработанные автосалоны. Тест-драйв стал бесплатным, улучшен салон дорогих автомобилей. Теперь в нём отображается до трёх последних приобретённых авто, а также их номерные знаки. Переработан ху, добавлено отображение территорий и захватов. По системам это всё, теперь давайте перейдём к транспорту. Добавлен C63МГ в W204 кузов. Добавлен Honda Civic EQ9. Ford GT 2017 года. Bugatti Veyron. Range Rover SVA. Dynamic. Chevrolet Colorado. ZR1. 2017 года. Range Rover SVA. Dynamic LVB. Не знаю, что это означает. И добавлен Corvette C7 2017 года. Также добавлены диски. Буквально их штук сколько? 10 штук. И всё это мы посмотрим позже. Поэтому, я думаю, сейчас будем переходить к осмотру именно обновления. Погнали. Раскрываем худ. Я специально даже взял такси, чтобы доехать, чтобы не спойлерить новый худ. Но выглядит он охеренно. Вот реально. Как-то более свежее. Не то, что тот был. Я надеюсь, что он не так фризит, как предыдущие. Именно деньги, когда снимаешь, это всё. Ну, как бы похож он на GTA V RP. Не спорю. Потому что слева деньги. Также, я не помню, на Redmi RP, GTA V тоже что-то такое было. Справа смс. И время игровое. Количество игроков. Как бы лого. Слева карта. Банк. Наличные. И как бы кнопки нажатия, чтобы говорить. Вот голосовой чат. И F3. ПТС они тоже не сделали, да? Да, ПТС тоже не работает. К сожалению, к сожалению. Ну, и надеемся, в следующих обновлениях его пофиксят. А мы приехали к информатору. Информатор. Чё нам даёт? Ладочная школа. Это не то. Да. Короче, информатор. Я так понимаю, здесь нам нужно выбрать, за кого мы будем играть, за какую фракцию. И фракцию можно вроде менять раз в несколько дней. Привет, рад, что тебе удалось достигнуть необходимого уровня. Теперь ты можешь получить информацию об интересующей тебе организации. Также я могу помочь тебе присоединиться к одной из них. Бандиты. Южная часть Лос-Антоса, их дом. Постоянные стычки с конкурентами сделали из них хороших подготовленных бойцов. Подмяли под себя все оружейные магазины и теперь покупают оружие дешевле, чем остальные группировки. Корпораты. Серьезная организация, держащая под контролем сервера Лос-Антос. Владеет всеми крупными бизнесами, в том число и казино. За счет контроля над казино, они имеют повышенный выигрыш. Стритрейсеры. Гонки и их страсть. Держат под контролем все транспортные артерии города, владеют заправочными станциями и за счет этого получают скидку на топливо. Вот и все, что я могу рассказать. Тебе пришло выбрать и сделать твой выбор. Стритрейсеры, бандиты, корпораты. Корпораты мне как бы не особо интересны, потому что я... А, вы можете сменить только... А, короче, раз в месяц можно, да, окей. Мы можем, типа, каждый месяц чекать разную, как бы, вот эту группировку и будет интересно достаточно. Знаешь что, бандиты не хочу, потому что это деньги на стволы, вот это все. Мне это неинтересно. Корпораты, тем более, потому что это повышенный выигрыш, как бы, в казино на 5%. Это, можно сказать, почти ничего. Тем более, в казино я не играю, потому что это слив. Поэтому выберем, как бы, стритрейсеры. Теперь вы являетесь членом фракции стритрейсеры. Там что-то я не успел прочитать, что там написано. Отправляйтесь к доске, чтобы пересмотреть свои задания. Окей, а где доска? Я, я либо слепой, либо я слепой, реально. Я ее реально не вижу, типа. Доска заданий. Вот она, блядь. Пока бы не посмотрел, я бы не узнал. Бред полный вообще. Так, кстати, пацаны, интересно. Они обновили все-таки этот худ, чтобы он не фризил? Давайте, у меня есть лям на руках. Так, давайте выполним операцию, пополнение. Один миллион закинем. Вот, например. Ага, хер там. Короче, все как было, так и есть. Только картинку изменили. Понимаю. Знаю, что мы почти приехали на нашу базу стритрейсеров. Окей. А, ну я так и думал, что нужно внутрь заезжать. Минка просто корявая. Вот где-то вот сюда. Вот сюда заезжаем. Ебать, здесь тачки фракции стритрейсеры. Кул. Андрю Линкольн, тебе большой привет. Сразу элитные тачки такие здесь есть. Здесь можно сказать, как форсажи. Окей, там что-то очень дохера тачки. Давайте я ставлю, например, 8 здесь. Мы ее заглушили. В принципе, никто ее не стыбзит. Ага, вот сюда нам нужно бежать. Следующий захват через 6 часов. Это, наверное, для банд. Значит, нам нужно вот сюда. Ох, ебать. Доска заданий. Лимитированные задания на 8 часов еще доступные. А обычные задания в 2 часа. То есть, они каждые 2 часа обновляются, я так понимаю. Вот. Король дрифта. Завершите дрифт-заезд. 200 тысяч нам дадут. И 5 тысяч опыта. Дрифт на пределе. Провести 500 секунд в дрифте. 5 тысяч опыта. И 200 тысяч. И завершите драй-гонку. 5 тысяч опыта. И 200 тысяч. Это охрененно. Окей. Обычные задания. Полный баг. Заправить 45 литров. 650 опыта. 27 тысяч. Офигеть. Работа по дереву. Добыть 50 досок. 42 тысячи. Заехать в любую покрасочную. Просто заехать. Офигеть. Грузовые будни. Выполнить 3 доставки на работе дальнобойщиком. Грузовые труда. Будь 110 металлома. Пустить фотозону номер 2. Выполнить 3 заказа на работе эвакуаторщиком. Пустить 360 секунд в дрифте. Ебать, сколько здесь XP можно заработать. Ё-моё. Я чё? Я тогда фоткаю вот это всё. И в следующей серии. Как бы по СССР планету. Которая, скорее всего, выйдет завтра. Мы, как бы, выполняем эти задания. И посмотрим, сколько же мы заработаем. Охренеть. Охренеть. А, R8 моя уже катилась, блядь. 3 трейсеры, блядь, габариты. Не чувствую транспорта, нихера. Хоть это есть и в заданиях. Но поехали, выполним драгрейсинг. Вот сюда. Мне всё-таки интересно посмотреть, как это выглядит. Но выглядит по скринам очень интересно. Ох, ё-моё. Заезжаем. Ямай здесь в палатке. Как это атмосферно. Атмосферно, знаешь, третье место Порш. Второе М5 Е60. А первое тоже Порш. Пацана какая-то Е60 вообще заряженная. Так, окей. А как заезжать на драг-трассу? Если здесь всё закрыто, знаешь, с обратной стороны, я так понимаю. Либо здесь есть где-то регистрация на заезд. Но, скорее всего... А, вообще, подожди, нажми B, чтобы открыть редактор. Это что означает? А, это чиповка, понял. Чтобы не ездить. Это харамотно как бы сделано. Куча палаток. Окей. Типа, нам, чтобы заехаться... Куда нужно ехать? Вот сюда, наверное. Да, вот сюда. Вот сюда. Вот. Ламборгини Диабло. И всё. То есть я могу... Стоп. А где заезды, реально? А, это и есть заезды? Немножечко не туда заехал. А, вот заезд есть для особо тупыха. Зачем я той стороной поехал? Как я обожаю, когда на сервер добавляют пушки. Просто, сука, обожаю. Из-за таких долбоёбов, которые будут просто дэмить всех. Будут ездить за дальнобойщиками. Просить у них деньги. Если не дадишь деньги, тебе просто задэмят. Если вы уже добавили, например, вот эти оружия, сделайте как с Матрака, GTA 5. Сделайте пассивный режим, чтобы мне было похер. Если я не хочу стреляться, значит я не хочу, типа, стреляться. Если я хочу, значит я хочу. Вот это, конечно, в цитатке можно записать. Слушайте, это хз, это заза, не заза. Окей, значит сюда заезжаем. Особо непонятно, стрелочки бы поставить. Было бы вообще идеально. ОР8 против Хуракана. Идеально. Только у меня нихера не прогрузилось. А, вот. А чё за дичь? А, наверное, пока кто-то не доехал. А, вот. Одиночный. Ну и что? Вы же... Блядь, я нихера ещё не нажал даже. Один. Ну поехали, получается. Или чё? Всё? 7 секунд. 5 тысяч дали за выполнение. А, ну да, охереть. Что-то не прорисовывается. Хотя CCD вроде был всегда оптимизирован нормально для меня. Вот. А сейчас что-то он не прорисовывается. Давайте заедем с X. Вот сюда, я так понимаю. А, вот. Прорисовалось. Вот сюда. Одиночный заезд. А, одиночный дуэль соперников. Понимаю. Здесь два разных. Окей, значит одиночный. Погнали. Так, а он... А, он для меня прозрачный. Но еду я охуенно, конечно. Окей. Всё. 10 секунд. Лучше заезд за сегодня 7 секунд. Окей. Типа, давайте ещё попробуем именно парный. Вот. Теперь мы парным с E70. Погнали. Надеюсь, он будет для меня прозрачным. Охуенно. А, он не прозрачный для меня. Лол. Здесь узко же, капец. Окей, поздравим. Вы победили. Вы приехали первым. Текущее время заезда 7 секунд. Время соперника 8. Лучше заезд за сегодня 7.3. Окей. Ты думал он прозрачный? Это же вообще бред, если он не прозрачный. Окей, а где можно тогда смотреть топ рейтинг? Ага, топ дня. Вот. Топ дня. Мы занимаем какое место? 163-е. Награды есть. Ого, новичок, новичок. Получается, зато местам дают кейс. А, по секунде. Это вообще реально. И 60 за секунду приехать. Понимаю. Короче, давайте одиночный. Последний раз. М8 в обратную сторону ездит. Ммм, класс. Погнали, одиночный. У меня всё прорисовывается. Едем просто посередине, чтобы ничего не собрать. И... А что у нас опять назад и пахнуло? 7.2. Окей. Мне кажется, эта херня не доработана. Во-первых, мало места. Во-вторых, да, это мало места, чтобы заехать, чтобы выехать. Во-вторых, ты врезаешься во всё. Что в начале, что в конце. А в-третьих, как бы, могли сделать вот эту метку, чтобы посмотреть, чтобы пацаны не фкашили. Где-то вот здесь, например. И даже четвёртую можно придумать, так как на Радмире сделать, что пацан в обратную сторону никак не может поехать. Где купить оружие, блядь? Едем, пацаны, смотреть оружие. Ебать, здесь амуниция есть. Первый раз вижу. Окей. Ебать, Сивик, а ты хули здесь забыл. Понимаю. Так. Сколько, блядь? Сколько? Полтора ляма за диггл. Три семьсот... Подожди. Ещё патроны двести... Ебать! А у него чё там МП вот это, да? Эта хуйня. А её здесь нет. Сколько, блядь? Стоит пятьсот тысяч. Самый дешёвый ган. Ну, в принципе, последнее, что нам осталось, это поехать посмотреть автосалон. Поэтому отправляемся именно туда. Автосалон элитных автомобилей, как бы, CCD Planet. Заходим. Ох, ебать! Это, получается, самые последние приобретённые автомобили, да? Bugatti Veyron 171 миллион. Или это просто, как бы, продажа? 29 миллионов. Не, что-то бред, мне кажется. Вот эти, мне кажется, самые последние приобретённые, да. Ford GT 29 лямов. А, вот ещё Ford GT. Салон дорогих автомобилей. Погнали посмотрим, что здесь есть. Chevrolet Colorado ZR1. Вот такой вот джипик добавили. На сколько у него мест совершить покупку? Например, 81 слот в багажнике. Отказаться от покупки, как бы, за сколько? За 6,5 миллионов. Типа, зачем он вообще нужен? Не понимаю. Chevrolet Corvette 7, 7800 стоит. Я не знаю, сколько он едет. Конечно, можно провести тест-драйв. А, что пацан-то? Совершить покупку. 23 места. Нормально. Так, ага. Тест-драйв. Давайте проедимся, например, на нём. Тест-драйв начался, у вас есть органичное время. Я чё, вышел случайно или чё? А, понимаю, чё теперь пацаны там спавнятся. Окей, окей. Возьмём, значит, просто Верон. СВА динамик стоит 17 лямов. 17 лямов. Охренеть. Просто за СВА. Сколько у него мест совершить покупку? 90 мест. Ну, хотя бы что-то радует. Но 17 лямов это дохера. А динамик ЛВБ это удлинённый, я так понимаю, да? Лонговый. 21 миллион. А по местам чё там? 92. Форд GT за 29 миллионов. Как-то так он выглядит. И сколько мест? Где-то 2, наверное, да? В багажнике. А, 10. 10. 10. Сколько стоит Верон? 171 миллион рублей. Охуеть. А сколько у него мест? 6. Давайте вот просто сажусь в тез драйв. Ничего не нажимаю. Начинаю ехать. А, всё идеально. Угу. Угу. Спойлер активный. Уже чё-то радует. Но 171 миллион, мать его, это овер дохера. Если, типа, Верон стоит 2 раза дешевле Чирона, я не представляю, сколько будет стоить Чирон. А, чё, едем? Буксует. Погнал. Погнал. Спойлер. Раз выдвинулся. Больше не двигается. Выше нет. Ну, чё-то его носит. Прямо реально. Так, от первого лица чё здесь по салону? Ну, все приборы, как всегда, работают. Всё идеально. Погнали. Серьёзно, автосдрайве максималка 136 км в час. И ещё на одометре 64 тысячи километров пробега. Охренеть. Не, ну я отсюда хочу выйти. А, и на 10 минут надаю. Такое. Автосалон средних автомобилей. Паркуемся. Заглушили. И теперь идём, посмотрим, чё здесь. Mercedes-Benz C63. Купе. Стоит 3 700. И сколько? 21 мест в багажнике. Автосалон дешевых автомобилей. Здесь посмотрим, сколько же нас стоит Civic. Civic, мне кажется, вообще очень дёшево будет стоить. Вот. 380 тысяч всего лишь. И 14 мест в багажнике. Что нам осталось, это посмотреть новые диски. Поэтому мы приехали в магазин дисков. Так, ага. Сюда заезжаем. И смотрим, сколько они же стоят и как они выглядят. Первые новые диски. Вторые новые диски. Третьи новые диски. Четвёртые новые диски. Пятые новые диски. Шестые новые диски. Седьмые новые диски. Восьмые новые диски. Девятые новые диски. И десятые новые диски. В принципе, на этом всё. Вот такое декабрьское новое обновление. Понравилось ли оно мне? Если честно, не очень. Прикольно то, что теперь можно выполнять ежедневные задания. Даже ежечасные или какие там они. Чтобы получать опыт и деньги. А минус в том, что если брать систему драга, они её до конца не продумали, не доработали. Если брать систему оружия, они не сделали пассивный режим специально для тех игроков, которые не хотят дэмить. Оверпрайсные цены на оружие и патроны. Ну короче, бред. А ты пиши также своё мнение об этом обновлении в комментариях. Будет очень интересно почитать. Также не забывай подписываться на канал, ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к новому году. Охуенно приехал. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Но с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok